Здравствуйте, с вами Житель Земли, и сегодня хочу немножко поговорить о Керченском мосту. Точнее, каким образом он стал разводным. Во-первых, изучая вопрос Керченского моста, я наткнулся на интересные данные, которые встречаются в книге Альберта Шпейера «Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности». Там он пишет, «Такое поведение Гитлера было не единственным доказательством нежелания признавать коренной перелом на Восточном фронте. Весной 1943 года Гитлер потребовал начать строительство 5-километрового шоссе и железнодорожного моста через Керченский пролив. Хотя мы давно уже строили там канатную дорогу с ежедневной пропускной способностью в 1000 тонн, которую ввели в строй 14 июня. Поставок по ней вполне хватало для оборонных нужд 17-й армии. Также я наткнулся на интересную статью, где говорится, что мост через Керченский пролив строить опасно, мнение ученых. По мнению керченских же ученых-экологов, все проекты моста между Россией и Украиной не имеют никаких преимуществ перед подземным транспортным туннелем. Об этом шла речь на научной конференции «Экологическая напряженность» в восточной части приморских районов Керченского полуострова, которая недавно прошла в Керчи. Недавно это было 20-го, 10-го, 2011-го года. То есть еще в 2011 году керченские ученые были в курсе, что лучше строить подземный туннель. Председатель Совета Министров Крыма Анатолий Могилев в конце 2013 года обещал народу мост, новый порт и систему орошения. 31 января 2014 года мы видим информацию из новостей Крыма, что мост через Керченский пролив будет стоить 3 миллиарда долларов и займет строительство его 4-5 лет. Мы помним, что в это время Крым еще принадлежит Украине. 3 марта 2014 года Медведев распоряжается начать строительство моста из России в Крым. Эта новость весьма интересная, особенно учитывая то, что референдум о статусе Крыма прошел 16 марта, то есть через 13 дней, практически через 2 недели. 19 марта новости пишут, что проект строительства Керченского моста в Крым будет готов к концу 2014 года. 25 марта пишут, что мост через Керченский пролив построят за 3 года. 2 апреля интересная новость. Мост через Керченский пролив обойдется в 100 миллиардов рублей. Если мы вспомним курс рубля к доллару на то время, то эта цифра полностью совпадает с новостью от 31 января, что мост через Керченский пролив будет стоить 3 миллиарда долларов. 12 апреля читаем, что мост через Керченский пролив будет построен от мыса Фонарь до мыса Малый Кут. Общая протяженность получается 49 километров. В мае почему-то очень мало пишут о Керченском мосту, но новости говорят следующее. Проектировщики нашли место, где построят мост через Керченский пролив, а 11 числа пишут, что китайские инвесторы все же могут принять участие в строительстве моста через Крым. И буквально через короткое время, 6 июня мы читаем, стоимость моста из России в Крым выросла в 6 раз. То есть практически меньше чем за полгода стоимость выросла в 6 раз. 9 июня пишут уже о том, что мост в Крым скорее всего построят через косу Тузла. 22 июня новости пишут, что Автодор представил видеопрезентацию моста через Керченский пролив. То есть уже есть презентация, уже есть основа. 27 числа Россия снова вспомнила про мост через Керченский пролив. 11 июля пишут, что Керченский мост хотят сделать платным. 12 июля появляется сообщение о том, что для строительства моста в Керчи будут задействовать безработных крымчан. Мы понимаем, почему говорится о безработных крымчанах, да потому что собственно видно было, что сезон уже провальный. А 23 июля, что мост через Керченский пролив будут строить российские зэки. 23 июля лента.ру пишет заключенных, предложили отправить на строительство моста в Крым. 25 июля пишут о том, что Керченский мост предлагается строить в два этапа. А 27 июля Зубков предложил построить через пролив временный понтонный мост. 1 августа новости сообщают, что Керченский мост хотят начать строить уже в этом году через Тузлу. 3 августа также сообщают о том, что Крым собирается сэкономить на строительстве Керченского моста. И что сэкономленные средства останутся в республике и будут направлены на здравоохранение, образование и сферу курортов. Очень-очень интересно посмотреть на сообщение 8 августа, где говорится о том, что на строительство моста через Керченский пролив будет потрачено более 250 миллиардов рублей. Это удивляет тем, что изначально было 100 миллиардов рублей, затем выросло в 6 раз. Теперь мы видим уже не 100 и уже не 600 миллиардов рублей, а всего лишь, как казалось бы, 250 миллиардов рублей. То есть в 2,5, а не в 6 раз. Если мы наберем в поисковике самый дорогой мост в мире, мы попадем на страницу мост Сето-Охаши-Кодима. Стоимость этого моста 8,3 миллиардов долларов США и его длина 13,22 километра. 13 числа сообщается, что строительство подходов к мосту в Крым начнут в августе за счет средств РЖД, российских железных дорог. 15 августа людям обещают, что объездную в Феодосии построят вместе с мостом через пролив. 19 августа Константинов проанонсировал начало строительства моста через пролив. Запомним эту дату. 19 августа строительство начато. 22 апреля на строительство моста через Керченский пролив отвели меньше 5 лет. 5 сентября Путину доложили о начале строительства Керченского моста. Давайте запомним эту дату. 5 сентября начали строить Керченский мост. 8 сентября стоимость моста через Кенченский пролив может измениться. И мы видим, что сумма, упоминаемая здесь, уже 228 миллиардов рублей, то есть несколько ниже, чем 250, которые мы слышали раньше. 9 сентября. Подряд на строительство Керченского моста был отдан без конкурса. Интересное замечание, правда? 9 сентября. Экологи будут настаивать на экспертизе строительства Керченского моста. 15 сентября. Украинский эксперт считает, что Россия не сможет построить Керченский мост. Но это ж бандеры, они обязаны говорить что-нибудь плохое. 19 сентября. Для строительства моста у крымчан будут изымать землю. Процесс пошел. 19 сентября. Подрядчика для строительства Керченского моста выберут в течение месяца. Простите, но ведь 9 сентября подрядчик уже был без конкурса. Насколько важен мост? 24 сентября. Константинов говорит, переходный период закончится только после постройки моста. 30 сентября. Подрядчика строительство Керченского моста назовут через месяц. 9 октября. На строительство Керченского моста отдадут половину средств Росавтодора. Но ведь строил РЖД вроде. Путин поручил построить мост через Керченский пролив до конца 2018 года. Новость от 9 октября. 23 октября. Появляется интересная новость. Стоимость тоннеля через Керченский пролив вдвое меньше, чем моста. Экспертный совет Государственной Думы Российской Федерации разработал альтернативный проект подводного перехода через Керченский пролив, сметная стоимость которого в два раза ниже, чем проект надводного перехода. Примерная стоимость альтернативного перехода составляет 98 миллиардов рублей, в то время как проект, составленный Росавтодором, оценивается в 228 миллиардов рублей. 30 октября новость повторяется. Вместо моста в Крым предлагают проложить тоннель. Мост через Керченский пролив длиной около 19 километров должен быть построен в 2018-2020 годах. Подождите, раньше говорилось, что в 2018 будет сдан. Ну ладно. 31 октября. Керченский мост будут строить российские студенты. Но помня о новости, которую мы читали ранее, мы понимаем, что они будут строить вместе с зэками. 6 ноября. Министр транспорта Российской Федерации доложил Путину, что уже началось строительство моста. Я думаю, Путин его должен расстрелять. Ведь мы помним, что эта новость звучала гораздо-гораздо раньше. Ему 5 сентября доложили, что началось строительство Керченского моста. 9 ноября. Техника экономической обоснования проекта моста будет готова к концу ноября. Подождите, каким образом считалась стоимость, если не имеется техника экономического обоснования? Если не описано, где и что, и куда пойдет. Может, я чего-то недопонимаю? 10 ноября. Железную дорогу к Керченскому мосту построит РЖД. 12 ноября. Для свай Керченского моста пробурят 70-метровые скважины. 14 ноября. Путин поручил решить вопрос с подходами к мосту в Крым. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству к декабрю решить вопрос строительства железнодорожных и автомобильных подходов к Керченскому мосту. Погодите, по-моему, вроде как в сентябре работа началась. Работа уже идет полным ходом 2,5 месяца, и вы вдруг решаете решить вопрос с подходами к мосту в Крым. Удивительно. 18 ноября. Керченский мост станет самым сложным из транспортных объектов в истории России. И здесь мы снова слышим, что транспортный переход займет почти 20 километров. Помните, 49, если мы используем, то получается 170 миллионов долларов один метр. Но если это будет не 49, а 20, то этот мост действительно станет самым дорогим в истории человечества на данный момент. 19 ноября. Самая удивительная новость всего, что мы только что смотрели. Решение о генподрядчике строительства Керченского моста до сих пор не принято. То есть, в сентябре началось строительство Керченского моста, а в ноябре выясняется, что неизвестно, кто его будет строить. Было начато непонятно кем, наверное инопланетянами. 20 ноября. Глава РЖД. Керченский пролив станет полноценным железнодорожным переходом. 20 ноября. РЖД. Крым и Россию свяжет мост, а не тоннель. Но хоть здесь есть какой-то консенсус. 27 ноября. В Москве хотят выпустить облигации по сбору средств на Керченский мост. Экс-спикер Госдумы Геннадий Селезнев предложил выпустить долгосрочные 3% облигации по сбору средств на строительство Керченского моста. Что означает 3%? Это означает, если вы вложили, например, 1000 рублей, то за один год ваши 1000 рублей растут на 3%. Простите, а если вы купите на эти деньги доллары, то на сколько процентов увеличится ваша сумма? А ведь можно купить не только доллары, можно купить, к примеру, мед, можно купить кофе, можно купить банальное золото. 1 декабря 2014 года. Мостотрест и строй Трансгаз построят Керченский мост без спецстроя. Оказывается, генеральный подрядчик на строительство моста через Керченский пролив по-прежнему не найден 1 декабря. Им мог бы стать строй Трансгаз Геннадия Тимченко. То есть мы видим, что спецстрой уходит, остается мостотрест и строй Трансгаз. То есть в конечном счете остается компания Геннадия Тимченко и Игоря Ротенберга. Смотрим дальше. 1 декабря 2014 года. Генподрядчика для строительства Керченского моста до сих пор нет. 1 декабря. Керченский мост строить некому. 3 декабря. Группа Тимченко отказалась от участия в строительстве Керченского моста. 3 декабря. Сайт Новое время сообщает, что компания Тимченко отказалась строить мост в Крым. Приближенный к президенту России миллиардер Геннадий Тимченко решил отказаться от участия в строительстве моста через Керченский пролив. Источник Интерфакса сообщил, что оценив возможные риски, в компании решили не принимать никакого участия в данном проекте. Портал Южного региона также сообщает нам об этой новости. И Краматорский инфо также пишет, что друг Путина Тимченко отказался строить мост в Крым. 4 декабря. Власти России заявляют, что не успевают построить мост в Крым в 2018 году. И в этой статье интересно то, что министр Российской Федерации по делам Крыма Олег Савельев сообщает. По его информации, работы над мостом уже стартовали. В Керчи были пробурены скважины, из которых геологи взяли пробы грунта. Со стороны Кубани подготовлена площадка для начала строительства. Решено, что мост будет возводить через остров Тузла. Вопрос, кто, если подрядчик не определен? Работать некому. Также и веб-сайт Биржевой Лидер в новостях России сообщает. Компания Тимченко отказалась строить Керченский мост. Много рисков. Для тех, кому интересно исследовать эту тему дальше, хочу опубликовать перечень заголовков новостей с указанными датами. А также хочу поговорить о следующих вещах. Первое. Мы видим, что постоянно меняется цена. 31.1. Цена 3 миллиарда долларов. 2.4. 100 миллиардов рублей. Практически одно и то же. 6.6. Выросла в 6 раз. 8.9. Стоимость моста через Керченский пролив может измениться. 23.10. Стоимость тоннеля через Керченский пролив вдвое меньше, чем моста. То есть мы видим постоянно меняющуюся цифру. При этом стоит также обратить внимание на то, что проекта еще нет. И хочу обратить внимание на несколько интересных линий. Первое. Я выделил желтым, как менялась цена и как часто о ней упоминалось. В конечном счете свелось к тому, что цена очень сильно росла и затем начали больше и больше говорить о строительстве туннеля. Второе. Обратите внимание, кто, по сообщениям СМИ, будет строить этот мост. 12.06. Сообщается, что это будут безработные крымчане. 23.07. Что это будут строить российские зэки. А 31.10. Сообщается, что Керченский мост будут строить российские студенты. Следующее. Это очень интересное. Обратите внимание на то, кто, когда брал подряд. 9.09. Нам говорили, что подряд был отдан без конкурса. 19.09. Нам уже говорят, что выберут в течение месяца. 30.09. Говорят, что назовут еще раз через месяц. 19.11. Генподрядчика решение не принято. 1.12. Видим, что до сих пор строить некому. И очень забавными я нахожу сообщения от 5.09. Путину доложили о начале строительства Керченского моста. Учитывая то, что генподрядчика не было найдено даже по состоянию на 1.12. То есть на 1.12. Подрядчика еще нету. Но 5.12. Путину доложили, что начало строительства моста уже имело место быть. И еще одна очень важная заметка. От 20.09.14. Когда Константинов сообщает, что переходной период закончится только тогда, когда будет построен мост. С вами был Житель Земли. Если вам понравилось, буду признателен за лайк. Если вы хотите быть в курсе, подпишитесь. Всего вам доброго. До новых встреч.